Доброе утро Полтава. Доброе утро Полтава. Вот у нас сегодня Женя и Виталик в гостях. Ребята, которые создали одну пока что в Полтаве квест комнату открыли, но скоро еще одну откроют. Я там когда-то побывала, Саша. Да, это похищение инопланетян. Это очень здорово. Мы выходили довольно-таки долго, по-моему, 70-чем-то минут тогда было. Но больше часа мы вышли, да. Да, сложно, но очень интересно. И самое большее мне понравилось, после нас сразу заходили дети, не знаю, маленькие, 14, не, даже меньше, наверное, лет по 9. Я не знаю, как они выходили. Ну, у нас есть и легкая версия для детей. Так, давайте с самого начала. Что такое квест-комната? Да, вот, расскажите. Ну, вообще формат квест-комнат это такое, ну, уже не новое развлечение. Людей помещают в комнату на час. Им надо за это время выбраться из нее, разгадав все загадки, подсказки используя. То есть это... У вас есть всякие. Да, это такое интеллектуальное развлечение, можно так сказать. Надо мозгами думать, мозгами, Саша. Это командная игра или по-одиночке? Да, это командная. Командная, да. Когда все идет в команде, оно все быстрее, слажено, четко и люди быстрее выходят. Взаимодействие какое-то отрабатывается. Да, командная игра. Могут играть от двух до четырех человек. То есть это получается. Если мы со Светой работаем в одной организации, для того, чтобы отработать нам взаимопонимание, да? Я правильно понимаю? Можно и больше всего прийти к вам. Можно корпоративные такие игры проводить. То есть, чтобы объединить более коллектив. Можно с друзьями просто проходить. Ну, как просто друзья пришли. Время классно провести. Можно на... Подарок кому-то. Подарок на день рождения кому-то дарить. Сертификат. У вас сертификат есть. Да, да, обязательно. Как бы вот, да, ты пришел, например, а у тебя вот твое решение рождения. Вот, на чего, подумай. Не коньяк я тебе дарю, а чтоб ты мозгами подумал. У нас даже на днях был парень захотел сделать предложение девушке. Такой нестандартный подход. Во время игры, ну, почти в конце игры, он вышел там с бутылкой шампанского, с букетом, в костюме. Ну, в костюме инопланетянина. Вышел, подарил. Она там довольная, в шоке была. Как дошли вообще к созданию подобного способа отдыха, вот квест-комнат? Ну, идея вообще это не новая. То есть, это уже несколько лет на пространстве СНГ. Ну, это нелегко создать квесты. Да, это на пространстве СНГ уже несколько лет проводятся такие комнаты, создаются. Ну, нам просто интересно это, потому что, наверное, просто все-таки что-то новое в Полтаве. То есть, пока, ну, у нас в Полтаве не одна квест-комната, ну, каждая комната, она своя, отдельная. У нее своя жизнь, своя какая-то история, атмосфера. Поэтому любая комната новая, она новые эмоции люди испытывают. Сколько уже существует ваша комната? Наша комната уже три месяца работает. А новая, я знаю, что вы новую сейчас делаете, да, открываете. И демочка, твой водку. Сейчас у нас новая комната будет открываться, ну, стараемся к концу сентября, а там посмотрим, тяжело так точно сказать. А называться будет гробница фараонов. Ух ты, а там будет много локаций? Этого не можешь сказать, это секрет, да. Так что работает комната, называется у нас похищенное НЛО, людей похищают инопланетяне. Да, ну, просто нельзя рассказывать много чего, но, ребята, там, во, классно. Ты глаза открываешь, и ты уже где-то в ином мире. Ну, не рассказывайте. Не рассказывайте. Спрос есть на ваши предложения. Спрос есть, так как люди, ну, привыкли куда-то пойти, даже выбор особо, так, сейчас небольшой. То есть пойти куда-то в кафе, там, просто пообщаться. В кино. В кино, там, ну, и, как бы, выбор заканчивается. Ну, понятно, что есть разные варианты. Чаще всего это с чревоугодием связано. Да, да, больше люди так сидят, такой пассивный вид отдыха. Но те, кто активные, те больше, кстати, ходят. Те, кто спортом занимается или куда-то там на велосипедах катается, их чаще видишь в квест-комнатах, потому что они привыкли. Тот, кто не был никогда, ему вот, ну, тяжело понять сначала, но после того, как он проходит первый раз, он сразу все понимает, что это интересная тема, что надо ходить. Советую, советую ребятам. Находить, напрягать, как бы, мозги. Это интересно и активно, и умственно. Люди приходят разово или несколько раз, вот, пришли, прошли, потом через время опять приходят? Нет, это одноразово. Это как фильм. Ты его раз посмотрел, второй раз ты в кинотеатрный фильм не пойдешь. Ну, смысла нет, ты уже знаешь моменты, которые не надо. Ну, все равно, работы хватает, но часто к вам люди приходят? Ну, часто. Часто, вот, каждый день есть, да? Одна-две компании? Это потому, что у нас пока сейчас одна комната. Дальше будет больше комнат, еще больше людей будет. В том же помещении, где-то рядом? В этом помещении еще будет тоже, может, там еще не одна комната. Просто, если комната разбросана, людям так неудобно. Собирается в одно помещение, несколько комнат. А где именно вы находитесь? Говорите. Мы находимся на адрес Фрунзе 35, но сейчас уже европейская 35, это как доехать, остановка Шевченко, как ехать в центр. И вот это здание, которое на остановке надо обойти, внутренний двор. Садвара. Где АТБО там? Нет, с другой стороны. А то и справа проедешь. На остановке, прямо на остановке, там, аптека. Я тебе потом обойду. Аптеку обойду, все, по Шевченко. И оттуда, с противоположной стороны, там, где остановка. Ребят, в любом случае, вы побывали в других поездках. Побывали? А какие самые больше запомнились, в Полтаве, не в Полтаве, яркие? Ну, интересная комната, Тайна Пандор, Ливми, фестпроект, у них тоже такая, достаточно интересная. Также изоляция в Полтаве. Изоляция, да, у них там несколько комнат, тоже интересная. Вы командно проходили, либо же с кем приходили? Нет, командно, да. Вот вдвоем, втроем там? В четвером. Ну, в четвером мы проходили. У нас своя команда, называется Резет. Я поняла, у нас, по-моему, колбасня, лишь что-то такое в свое время ребята назвали. Тоже жестоко. Мы с квесткомнатами общаемся, дружим, то есть обмениваемся. Опытом советуем. Нам люди пришли, мы советуем другие квесткомнаты. Ну, вот активный досуг. Не надо сидеть, протирать штаны. Если кто не пробовал, то мы рекомендуем сходить. Просто очень тяжело понять, что это такое, если ты там ни разу не был. Тяжело объяснить. Да, тяжело объяснить. То есть на словах это не объясняется. Лучше не объяснять. Это просто такой эффект чувства. А чувства тяжело передать. Дети с какого возраста у вас? Можно с детьми от 8 до 14 лет, но обязательно наличие одного взрослого хотя бы. Им все-таки немного сложнее, но мы сейчас делаем легкую версию. У нас сделана уже легкая версия. Если приходят дети, там облегчаются некоторые моменты и для них более удобно. Не страшно детям? Ну, вообще нет. Но если меньше 8, то могут каких-то моментов испугаться. Все регулируется. То есть можно по-страшней, можно нет. Но для детей делается легкая. Ты представляешь, ну вот комната ужасов, да, все равно, что ты попадаешь в комнату ужасов, где все шевелится. Не представляю, я не был в комнате ужасов. У нас не комната ужасов, но может в какой-то момент встретиться. Либо там, если свет случайно выключится, то дети же могут испугаться. Поэтому все продумано так, что если дети приходят, то... Чуть по-другому все. Ребят, а вообще досуг как вы проводите? Есть вообще время на досуг? Вообще есть, проводим, придумываем новые кост-комнаты. То есть вообще полностью... Вы живете в этом, да? Я правильно понял? Да, это очень интересно, захватывающе. И сам процесс создания новой комнаты, это такое очень интересное, увлекательное. Насколько знаю, проводится время там, ну, от самого-самого роня и до... Можно к вам и ночью прийти. Семьи ездишь, разумеется. Как жены реагируют на то, что мужья где-то там что-то выдумывают постоянно? Ну, иногда приходят и с семьями. Ваши семьи уже нормально, уже привыкли, да, то, что постоянно где-то... Ну, конечно, то, что мы постоянно заняты, с утра до ночи, это... Лучше бы, конечно, женами иногда нас видеть побольше. В зале-то где-то успеть отдохнули? Съездить куда-то? Буквально недельку там, чуть-чуть перевели дух. А где? На днях вернулись. Где побывались? Черное море. Черное море, какую-то комнату посещали? Не-не, немножко отдохнули так. Вообще и мазами, да? Да. Но, самое главное, мазами чуть-чуть отдохнули. Тогда постоянно напряжение. Уже холодает, Саш, скажи мне. Сегодня 22, не выше обещают, и после обеда даже облачно, но дождя не обещают, да? Но мы должны понимать, все, 30 градусов забудем до следующего года. 270 дней, по-моему, Шустаке кто-то писал, осталось до следующего лета. Лето не за горами, следующее лето. А я думала до нового года, подожди, подожди, меньше. Считаю, считаю. Считаю, считаю. Ребят, у нас вот есть еще такая традиция, музыку, какую вы любите? Ну, с музыкой, у меня лично по-разному. Ну, у меня в основном такая... У нас сопровождение идет музыкальное. Что бы вы хотели, чтобы, да? А, для этого, ну, не знаю. Это спонтанные вопросы. Я вам пару дней назад... В последнее время слушаю, я не знаю, как правильно читается, ZHU. Там три буквы, такая музыка. Да, да. Там есть клипчики какие-то? Не знаю, насчет клипчиков. Просто такая музыка, она для релакса такая. Спокойно. То есть, больше у вас релакс, что-то такое клубное слышу, да? Ну, значит так, если не найдем то, что Женя говорит, значит, будем искать в стиле хотя бы. Я, честно говоря, сам сегодня утром проснулся, вот именно, я не знаю, в связи с чем, ну, клубняк это клубняк, да, вот релакс. И у меня вообще сегодня утро началось Игорь Крутой, его аранжировки. И такой бах, малая уже не просыпается, уже никто никуда не идет. Лиза уже в школу не хочет. Можно по тематике заставку сикса файлов вставить и будет отлично. Это тематично и нормально. Тематически будет. Да, ссылочку я на ребят кину на соцсети. А вам доброго утра, хорошего дня. Доброго утра, хорошего дня. Запомнили, куда идем. Да, чтобы позитивно... Активный отдых. Если хотите, чтобы вас похитили инопланетяне, приходите. Приходите. Они ждут вас. Они ждут вас. И надо в этот момент сделать так. Все, всем доброго утра. До встречи. Удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова